МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Меня зовут Александр Селезнёв и вы смотрите программу сладкие истории. Сегодня я хочу приготовить для вас старинный баварский яблочный штрудель. А также я приготовлю чёрный чай с гвоздикой и апельсином. Для начала мы с вами берём 250 граммов муки. Обязательно просеиваем её. Потом я беру щепотку соли и добавляю в муку. Беру одно яйцо. И добавляю одну столовую ложку растительного масла. И затем добавляю 125 граммов воды. Как только начнёт образовываться комок, это тесто я продолжаю вымешивать руками. Как только оно начнёт отходить от стенок, значит, тесто уже готово. Убираем наше тесто на 20 минут отдыхать. А между тем мы с вами приступаем к приготовлению творожной начинки. Для этого мы с вами берём 250 граммов нежирного творога. Добавляем туда 250 граммов сметаны. Затем мы добавляем щепоточку ванильного сахара и 50 граммов обычного сахара. Затем мы с вами берём 2 яйца. Так, перемешали творог, сметану, сахар и яйцо. Затем я добавлю 50 граммов растопленного сливочного масла. Для приготовления яблочного штруделя я рекомендую вам взять яблоки как можно жёстче. Если вы возьмёте мягкие яблоки, то когда они будут выпекаться, они у вас превратятся в кашу. Яблоки мы почистили. И теперь самое время порезать их на вот такие ломтики. Они должны быть не очень тонкие и не очень толстые. Они должны быть средние, где-то сантиметра 3 в диаметре. Для того, чтобы яблоки не потемнели, я предлагаю вам сбрызнуть их лимонным соком. Ну а сейчас мы будем раскатывать тесто. Для этого нам потребуется полотенце. Я возьму вот такие салфетки. Вы можете взять обычное домашнее полотенце и положить его на стол. Затем надо слегка подпылить, для того, чтобы наше тесто не прилипло к полотенцу. Берем наше тесто, которое уже полежало. На самом деле мы с вами приступаем к самому и к самому сложному моменту. Для начала нужно раскатать это тесто как можно тоньше. И только потом мы будем его растягивать на руках. Я когда учился делать яблочный штрудель, я, наверное, раз на 25-й только его растянул. Потому что он всегда и всегда у меня рвался. Здесь его нужно очень и очень тонко чувствовать. Только тогда у вас, может быть, получится. Вот таким образом. Начинаем его растягивать по кругу. Как больше становится круг, старайтесь одевать его на руку. Главное, не спешите. И теперь уже можно будет положить наше тесто. На салфетку. Тесто мы с вами разложили. Теперь я беру бисквитную крошку и посыпаю на поверхность нашего теста. Возьму немножко корицы. Щепоточку. Затем мы берем нашу творожную массу. Выкладываем ее на бисквитную крошку. Затем берем наши яблоки, перемешиваем их с корицей и выкладываем на творог. И теперь самое время добавить 100 граммов изюма. Изюм лучше всего взять желтый, потому что черный изюм, он не очень хорошо будет смотреться. А желтый изюм сладкий будет то, что нужно. Приминаем, чтобы яблоки утонули в творожной массе. И начинаем закручивать. Вот таким образом сворачиваем в рулет. И параллельно растягиваем бока. Все это делаем полотенцем, не руками. Если вы будете заворачивать руками, то у вас могут пальцы уйти туда вовнутрь, потому что тесто очень и очень тонкое. И теперь берем наш штрудель и вот таким образом перекладываем его на противень. Вот такой у нас с вами получился штрудель. И теперь я его смажу сверху растопленным сливочным маслом. Ну что, пойдем выпекать. Ну а пока наш штрудель выпекается, я предлагаю вам приготовить черный чай с апельсином, гвоздикой и ванилью. Если вам наскучил уже обычный черный чай, то берите с меня пример. Я беру апельсин. И напираю цедру. Берем наш чайничек. Выкладываем туда цедру. Берем гвоздику. Затем добавляем ванильный сахар. Чуть-чуть. И берем 4 щепотки черного обычного чая. А теперь все это заливаем литром кипяченой воды. Пока чай настаивается, я смажу наш штрудель взбитыми сливками. И посыплю сахаром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы его нарезать, я рекомендую вам резать лучше всего кусочки наискось, потому что они будут смотреться очень и очень аппетитно. Посмотрите, какие получились у нас яблоки с творогом, с изюмом запеченные. И теперь самое время разлить наш апельсиновый чай. Какой аромат! И от штруделя, и от чая. Поэтому я желаю вам и всем вашим домашним приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА